Авторское телевидение Я уж не знаю, как сказать, но огромная благодарность Дуне, нашей героине, которая, царствие ей небесное, она уже там. Это самое главное. Я очень благодарна Марику Блихенгаузу. Это Дуня, это его няня с малых лет. Он и соавтор фильма, и оператор, и герой этого фильма. И спасибо, конечно, всем, всей группе. Вот все, что я хотела сказать. Спасибо. Когда у меня возникла идея снять фильм о Дуне, дорогом и близком мне человеке, я долго колебался. Мне казалось это как-то нескромным, что ли. Единственное, в чем я был убежден, режиссером этого фильма должна быть Лена Смелая. С Леной мы знакомы не один десяток лет. Вместе работали в творческом гнении экрана, снимали документальные фильмы. Вместе в телекомпании авторское телевидение. Лена была тем режиссером, который снимал кино спокойно, не суетясь, согласно своим внутренним ощущениям. И герои ее были обыкновенные простые люди. С ними она замечательно общалась, находила общий язык. Они раскрывались замечательно перед камерой, когда рядом была Елена Смелая. Фильм Дуня наш последний фильм. Я думаю, Леночка сегодня воспринимала бы показ этой картины как праздник. Потому что она всегда очень любила встречи со зрителем. Она знала, что вот наша небольшая съемочная группа, куда входил Марик Блейхенгаус, Кира Прошутинская, наш главный редактор, Наташа Астахова, директор фильма. Наша группа, которая 7 лет вместе со Смелой делала программы в поисках утраченного. Вся эта группа верила ей и знала, если Елена Смелая делает программу, то эта программа будет самого высокого качества. И радостно, что творчество ее, а я могу к ней отнести такое высокое слово, не умирает. Вы в этом убедитесь сегодня сами. Давай немножко в деревню. В деревню. А может, я тебя в Москве похороню? А где что ли? А что там, места нет что ли? Своими. Может, и со своими. Ты решай, как ты думаешь, где тебе лучше? Ох, ох, Марк не знает. Привез мои плыра. Соберут сливки бабы свои. Пойдут на кладбище. Пойдут на кладбище, свечку поставить. Может, рядом с матерью? С матерью рядом. С мамой. Давай поближе подойду, а то я не вижу. А, клеточка, Галень. Ах, да. Мама. Мама. Дуня. Ее в нашей семье никто не называл по имени отчества. Евдокия Матвеевна. Только Дуня. Последние годы она часто думала о смерти. Хотя умирать не собиралась. Даня у нас поздний, долгожданный ребенок. Пока Люда танцевала, пока был балет, ничего не получалось. И вот такой подарок судьбы. Чудный, маленький, славный, талантливый, безумный, тяжелый ребенок. Ой, тетя моя, рыбка, улыбнись. А? Где папа? А где Даня? Данечка. А здесь Даньке три месяца. Сейчас купаться будет, Данечка. Данечка, сейчас купаться будет. В ванной. В ванной. Да. Дуня. Ну, мне трудно сказать, как она появилась, потому что она появилась тогда, когда меня еще не было на свете. Я знаю, что это было во время войны. Ах, ученок, ай, ученок, агу. Отец тогда был на фронте, мать работала врачом на скорой помощи, и, естественно, мою сестру Лину не с кем было оставить дома. У меня нет ни одной ее фотографии. То есть все мои попытки сделать какую-нибудь фотографию категорически отвергались. Она моментально отворачивалась, махала рукой, ругалась. Она жутко не хотела сниматься. Я не мог понять, что вообще в принципе происходит с ней. Но потом я узнал, что она считала себя дурнушкой. Что она некрасивая. Может быть, поэтому она и не вышла замуж. Не знаю. Ну, так случилось, что Голландия разделила нашу семью. Мы сейчас живем в разных странах. Вот уже 10 лет, как моя старшая сестра с мужем и сыном уехали в Союз. Многим тогда казалось, что будущее где-то там, на Западе. Муж моей сестры – известный музыкант. Получил приглашение от крупного голландского оркестра. А для моей сестры Лины разрыв с нами, и особенно с Дуней, которая вырастила ее, в случае болезни. Ну, как там ребята? Ну, Марик, Люда, ну, Данька. Так, а Дуня? Дуня, здоровая? Ну, хорошо. Ну, а как она выглядит вообще? Ну, слава Богу. Теперь мы чаще общаемся по телефону. Но каждый год кто-нибудь обязательно приезжает. Лина или ее муж, народный артист России Валентин Жук. А для меня он просто вага. Вы извините, мне работники телевидения скажут, что нужно световое пятно. Поэтому я сниму свитер. Им нужно световое пятно. Да. Нет, насчет брелки я вас даже. Пожалуйста. До отъезда в Голландию он часто выступал в Большом зале Московской консерватории. Это был его родной дом. Сейчас он здесь гастролер. Даже на афишах пишут, видимо, чтобы привлечь побольше публики. Валентин Жук, Нидерланды. Ну так. Ну. Давай. Он встречает, встречает. Привет. Как? Все нормально, жива пока еще. Одни цветочки. Два, дочка. О, Марик. Ну, Лина. Вон она. Ну, Лина, как правило, приезжает два раза в год. Мы жили одним домом. Лина была у нас лидером. Нормально? Вокруг нее, в общем, все и концентрировалось. То есть семья треснула. Она как бы раскололась на две части. И когда они уехали, я, честно говоря, в тот момент был жутко расстроен. Я даже не представлял себе, а что будет дальше. И увидимся мы когда-нибудь еще. Ну, тогда время было такое. Летела бы на самолете. Да. Ну, ты была одета, я смотрю, ты прямо это, одета, как-то барыня. Да, как-то. Как правило. Красавица. Ну, что-нибудь видишь? Моха. Тебе я вижу. Меня видишь? Хорошо. Хорошо. Молодец. Ну, хорошо. Донь, ты молодец. Понимаешь, неизвестно, во-первых, что кому. Да. Неизвестно, что куда, я ничего не помню. Я что-то покупала, что-то бросала. Ах, ах. Ах, ах. Да когда же я? Ну, будем одевать, Донь. Будешь носить. Носить? У нее все это в сундуке обычное. Не, 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 не надо. Ну, дожди. Она будет носить. Дай Бог. Мочи видишь. А? Мочи. Обещай, ты что носить будешь. И вот еще, такого цвета. Да. Ну, все, Марик, по-моему, это вот. Да. Ну, как, Даня? У тебя есть эти часы? У тебя же вторая пара. Да. Так, ну, померяй тогда свою курточку. Ну, ладно. Нет, Марик, я, по-моему, пойду в церковь. Вот церковь, вот туда. Вот до церковь добраться, говорит. Вот туда. Это же была трагедия в семье у нас всегда, что дети любили Дуни больше, чем родители. Это было ужасно. Мама, конечно, очень переживала от этого, что очень так любили Дуню, дети. Это, знаете, как тяжело для родителей, когда дети очень любят няню. Родители от этого очень переживают. Это очень большая такая психологическая вещь. Вообще-то отца нашего, она что-то в грош не ставила, его не уважала предельно. И все время говорила, отца нашего некуда дети. Это была ее любимая фраза. Он был очень мягкий человек, но добрейший. И уважала она мать. Она очень много делала. Она ее прописала, она оформила ей вот эту книжку «Дом работницы». Это было все страшно важно, потому что Дуня до смерти боялась дому права, милиции, власти. Проживание в Москве – это же громадная проблема была. Ей всегда куда-то хочется уехать. Это вообще ее характер. Она летом всегда ездила в деревья. Даже на 3-4 месяца. Это когда я была маленькой. Мама это терпела, хотя ей было очень трудно. Вот она говорила, вот сажусь в троллейбус, ушла от вас, вот тяжу барами. Она говорила, что там, конечно, в осте раз лучше, что там нету этих детей окаянных, что у нее на одной руке висит ребенок, другой рукой она кашу варит, на воздухе лимка, скотина. Замечательно было все в деревне, однако она угрыше. Ох! Пойдем, пойдем, милая, пройдем, вся я пару слов тебе скажу. Ох, и ни на что я не взира, глядь, как и на это! Я соберу. О, Доняна, на я. Ну, давайте, старушки, давайте. Давай, давай. Ёлки-маталки, спросил я у Наталки, спросил у Наталки колечки поносить. Приходи, моя милая, я дорожку укажу, Укажу. На кудрябую бережки я поленчу привяжу. Сейчас ты и решу у ней. Дон, как ты там? И где? В Москве. Как? Никто не обижай, а? Нет. О, ёлкина. А кто мне будет? А я не знаю, может кто. Может Малик. Ты что? А может Линка? Не, не, не. О, какая ты умная-то. Ты не скажешь. О, как. Доня, мы с тобой сейчас будем. Только не снимай. Командиршка моя. Только не снимай, хорошо? Только не снимай. Давай драться. Доль. Не буду играть, дай у меня голова болит. Давай, давай. Нет, так я не буду играть. Ты не волнуют никого. Будешь ты или не будешь? Да, мне не волнуют. Убей звуку, она что, убью тебя? Иди, в пальцы ложись. Ну, посмотри, как Доня делает. Хотя бы на это посмотри. Как это полагается. Когда мы только познакомились, как Доня на меня кричала, что я не умею чистить. Пол картошки, говорит, снимаю. И все мне показывала. Разве так можно столько шкур снимать? И к Доню, мне некогда. Я быстро-быстро. Мам, баш. Такое было у меня. Два часа ночи. Я проснусь и думала, что везде свет горит. Смотрю часы, два часа ночи. Дубай, мам, просыпайся. Что такое? Нам что-то в тренировке по рожу? Потом мы сворим, а тут там веником подметает. Так и подметаю. Вот так вот и подметаю. Так и подметаю. Главное, хуже не будет. Она могла на одной сковородке подать сырники и рыбу. Это было нормально для нее. Она, так сказать, очень четко все знала. Кого кто ей нравился, кто ей не нравился. Причем в громадном круге людей. Понимаете, моих друзей, друзей моего брата, наших родственников. Она-то всех их отличала, различала, давала характеристики совершенно убийственные, оскорбительные. Это у мужика некуда деть. Это такой-то. Это у нее в характере. И поэтому, когда кто-то приходил с нашими друзьями, кто ей не очень нравился, понимаете, она могла подсунуть любую дрянь. Уже даже из стуклятины. И вот тогда это был этот эпизод, когда ей сказал Марик, что Дуня, да эти же уже просто с червями. Она сказала, Марк, ты их ешь, не они тебе едят. Вот где я, мне-то не возьмешь? Возьму. Возьмешь? Возьму. Ну я тебе не знаю. Давай. Ладно. Хорошо, спасибо. Холчевое полотенце хорошее. Ты тогда хотел. Посуду вытирать. Ты хотел. Может, возьмешь. Ну давай лучше люди отдадим на кухню, Доня. Да ей-то было вот это. Ну хорошо, жалко тебя. Каждый раз, когда Лина приезжает из Голландии, Дуня достаёт из шкафа чемодан и начинает трясти этими тряпками, которые покупались ещё в первые годы после войны. Всё это она, видимо, бережно хранит и при случае пытается всучить эту линию. Мы даже покупали клоучья и в машине. А, ну понятно. Когда куда подехали, значит, окон обхалки. Я тебе что, просто даю. Ты знаешь, это похоже на какой-то маленький пододеяльник, может быть, детский. Может быть, когда мы были маленькие. Нет, это простыня, Доня. Всё, это простыня, я поняла. Это простыня. Давай, кладу. Побоже. Мы жили на первом этаже двухэтажного деревянного дома в большой коммунальной квартире. Пять человек в комнате с высоким лепным потолком. Мне на ночь ставили раскладушку. А у Дуни был свой угол, где она спала за ширмой, на кованом сундуке, покрытым пуховой периной. Дуня с утра занимает очередь. Одновременно в ванной, в туалет. Я ещё лежу в постели. Она постоянно вбегает, кричит. Марк, вставай, у меня очередь проходит. А ещё она мыла полы. В коммунальной квартире, где довольно-таки была разношерстная пуха. Пьяницы, интеллигенты, полковник КГБ, шофёр грузовика. Им эта работа не очень нравилась. Поэтому они просили Дуни, чтобы она сделала эту работу. И Дуня за каждый вымытый коридор получала три рубля. Копила, ходила, работала, полы мыла. Мне дадут выходной, а я пойду работать. А я пойду к тебе полы мыть за три рубля. Ну как человек, который мыл полы, за три рубля. Опять же, зачем она их мыла? Не знаю, зачем ей были нужны эти деньги. Ну хорошо, она помогала в деревне. Вот сама-то она никаких потребностей не имела особо. Ела она всю жизнь картошку, капусту, пищу и щи, чёрный хлеб. Ну она любила очень свежий хлеб. Она ходила только в Елисейске, только вот в булочной. Она приносила хлеб свежий, это её, так сказать, мечта. Она говорила, Лин, гляди, хлеб, он дышит. А когда уже, может быть, лет 15 тому назад у нас наконец появилась итальянская стиральная машина с этим окошечком, то Дуни сидела на корточках около этой машины и говорила, Валя, то есть Валя, это мой муж, который её привёз, и говорил, Валя, и где ж ты раньше был? Усюжись головой в баке. То есть её это потрясло, что вот что-то есть такое, что можно не делать своими руками. Понимаете? И при этом, вы знаете, что поразительно? У неё очень красивые руки и ноги. То есть человек всю жизнь работал, абсолютно аристократически... У меня нет таких рук, я даже и показывать не хочу. Абсолютно аристократические, тонкие, красивые пальцы и изумительная стопа. Понимаете? Человек, который всю жизнь хотел валенки в сапогах, чёрное в чём. И вот пришли к Горбачёвске времена. Начались реформы денег. Я не помню, какая-то одна из них была, Павловская или ещё какая-то. Я менял свои деньги, менял Дунины деньги. А года через три она достала вот этот свёрток из шкафа и сказала, Марк, погляди, что здесь у меня. Я поглядел, советские деньги с Лениным. Вот всю жизнь копила, за три рубля где-то на стороне полы мыла, и всё пропало. Умелка и деревья долей, Аллачка чёная была. Субтитры создавал DimaTorzok Как и я слышала, да, что у неё был жених в Донском. В Донской он сосватался, жених её за другую девочку, а там же, ну, невесту. Вот. Она услыхала, что он сосватался. Ну, это хрен. Хрен, но он же её жених был. Но он не Донской, он наш. Он в Донском сосватался. Она бегала, говорит, ночью к этой, к невесте, что не выходи. Я его невеста, я его люблю. Но она всё равно вышла замуж. Вот она уехала в Москву. Я там бегала, да. И вот после войны этот дядя Ванька приходил к тётке, к Калючихиной. И сколько раз был на праздник, пьяный, без ноги, скажет, Олька, проводи меня вот тут по Гановской, дай я хоть погляжу. Ей уж нету давно в войну, она там в Москве. Значит, я хоть погляжу, вольте, на родные окна, на милые. Даже милые окна я могу. Ну, он её тоже любил. Может, я её хоть увижу. Да, да. Это известие буквально ошеломило меня. Оказывается, у неё был жених. Она могла выйти замуж, остаться в деревне. Дуня ничего не рассказывала о своей личной жизни. Ничего. Я поставлю всех, я вам правду скажу. Пусть он жених, но не взяли, они только богатые там были. Ну, там что с ней было. Но ей жалко ведь было, конечно. Ну, пусть жалко, мало что, мне тоже жалко. Да я никто не взял. Вот, ну и от голоду уезжали много, даже дешком в Москву уходили. Рыть наилка, мужиков не было. Видите, какое время было. 36-й год, вообще был голод невозможный. Остались одни маленькие. Умерли прямо, семьи умерли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова КОНЕЦ 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 Посмотри, знаешь, что такое означает, да? Как это называется? Акцент. Что такое акцент, знаешь? Пам, значит, немножко сильнее. Пам, да? Не вот это, а вот. То-о-о-о. Ну попробуй. Тогда домработниц меняли, как перчатки. Можно было искать лучше, можно было искать более квалифицированную. Можно было все, что угодно искать. Мамины подруги все говорили, что Фанечка, ну она же деревенская, она ничего не умеет. Она все делает очень плохо. Она делает все по-деревенски. Мама говорила, что она хорошо с детьми. И это главное. И все мамины подруги потом остались без домработника. И только Дуня осталась. И стала вот таким семейным фольклором. Дуня, ну что, не замерзла там в воде-то? Нет. Нормально? А может, голову помоем? А ты чем краску-то смывала? Водой. Просто без мыла, без шампуня. Да? Да. Ну вот не очень хорошо. Пробуй. Теплая вода? Да. На, рукой проверь, для головы хорошая будет. Холодная. Холодная? Нет, холодная. А эта сейчас, скажешь, горячая. Дуня, давай, Дуня. Рисованная. Давай, что будет. Давай, сегодня праздник. Да. Ну ладно, давайте сейчас, пусть что будет. Это мало. Мало, и что? Попоем. Святок безо всего. Человек живет в Москве, а то человек здесь и в грязи, и в пыли. Надо скотину править, надо же еду наварить на 10 человек. В печи варили, чугун поставишь, с утра наваришь. Да. А сама картошка одну в руку, да хлеб или кусок, как он был, да соль в горст, да бежишь в рыси на работу. Вот как. Она трудилась, она и об нас старалась. Ну ей дать, вот дадут трояк. И мешочек, и сумку, она пошла купила. Но мы так нет. За труды дни работали мы-то? Коров имели тогда, и они молочки отдавали мало. Да. Какие яйца не ели, собирали на рынок. Надо ехать. Сталин брал налог. Да. Налог. А это что же, а то не штак. Масло собирали, яму. Молочко ели, снятое. Молока нету, молока. Ходили даже, покупали масло, отдавали, поставка. Да. Накладывали вот сколько-то на корову. И сто яиц с кур. Хоть нет у тебя кульца, а с бомбом. Покупай, да отдавай. Да. Дунь-то она и сейчас, мол, она говорит. Мне, Марик какой есть, он по мне, прям он за меня. Он все мне, она по все время кажет. Они идут на работу, мне все на столе оставят, приготовят. Что ты, Дунь, хочешь? Нет, да мне вот кофеек, ага, кусок хлеба, яичко. Ну, хорошо, мы приготовим. На стол накроют, все уходят. Они одна остаюсь целый день. Они работают. Да, нет, Саша, хорошо. Хоть когда что-нибудь там скажут, ладно, я стерплю. Ну, а по курсаме всегда дадут. Всегда. Ага. В Москве, конечно, легче детки. Ну, как она там дети не ворочала. А все равно ведь она теплая. Я все равно, видишь, вот до каких пор. А никто не бросили. Да. Никто не кинули. Видишь, как за ней. За ней ухаживает, как за родной матрик. Ухаживает так. А были бы они немножко пожёстче. У ней ни детей, ни кого. Что ему мучиться, Марик, с ней? Давно бы ее можно отправить в дом престарелых. Как вот сейчас всех этих отправляют. Я правда говорю, Маша. Да правда, правда. Ведь это у его сердца такое, у человека. Ну. Не хочу купаться, надоело. Не хочу. А ругаться со мной не надоело? Нет. Почему? Правда. Она вообще такая в эмоциях вдержанная была. Я не помню, чтобы она там гладила меня по голове. Или целовала. Помню, что только вот однажды, когда меня родители отправили на лето в детский сад, то Дуня устроилась туда уборщицей. Там она полы мыла, горшки выносила. Она была при мне. Я жутко боялся темноты. И мне было страшно. И каждый вечер она приходила в эту палату. Держала меня за руку. И пока я не засыпал, она не уходила. Но иногда это было очень долго, когда она ложилась между кроватями на пустом, холодном полу и спала до тех пор, пока я не отпускал ее в руку. Чужие, дети чужие. Я решила, что она детей устроилась. Будет дорогов. Люби. А как же я не буду любить? Ну как? Сразу не тронула. О, нет, нет. Сразу не тронула. Я не буду любить. Я не буду любить. Я не буду любить. Я не буду любить. Так же ведешь назад. Поставил. Ан-де-дан. Подъем высокий. Раз. Два. У нас семья смешанная. Еврейско-русская, я бы так сказала. Но все-таки Дуня пришла в еврейскую землю. И вот, вы знаете, все еврейское из меня было выбито. Где-то. Вот Дуней. Я не понимала ничего. Я не понимала, что такое еврей. Я ничего не понимала. Я не реагировала на это. Понимаете? Калуза вся? Нет, еще много. Вот это была она. Вот это было ее влияние. Вот мне самой хочется это понять. Что она понимала об этом? Никогда от нее я ничего, ни в чей адрес не слышала. Ни одного даже намека. Все слышала. Мат, перемат, скандал. Все. Ни намека на какое-то отношение к евреям. Не то, что там какое-то антисемитское слово. Или там жюй парфет. Намека. То есть она как бы это не замечала. Это даже в воздухе не висело. Вы знаете, это паразит. Я не понимаю этого. Ну, я дура. Да. Вот это кажется. Ох, черт. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это достоинство. Но это какая-то потеря громадная, душевная потеря. И ностальгия-то все не придумана. Прошлое уходит. И вот я приезжаю, и Дуня, она еще существует. Вы понимаете, все ведь умерли наши родные. У нас никого нет из этого поколения. Когда умирают твои мама, папа, вот это поколение, то ты понимаешь, что следующее – это ты. А пока жива Дуня, она как бы защищает меня от смерти. То есть она жива, и я еще не такая старая. Я приезжаю, и, не знаю, это даже девочка, потому что эти диалоги продолжаются. Они продолжаются, мы опять сидим на кухне, и она опять со мной разговаривает так, как она разговаривает со мной 23 лет назад. А это ты тоже. А это я. Да, в Голландии ты тоже тут в магазине, видишь, сапоги себе выбираешь. Видишь? Да, ага, одевай сапоги. О, да, да. Это мы ходим все и по магазинам. Да, вот ты ходишь. Ага, народу никого нету. Просторно, выбирай, что хочешь. Ничто не толкается, ничего. Все запакованное, блестит все какие чистые стоят. Ой, продавцы-то какие, на них правда насмотрятся. Только, где, о-о-о-о, где продукты там. Ну все, все. Ну что хочешь, пожалуйста, пожалуйста. Выбирай, что хочешь. Все пропьем, гармонию оставим, Эх, под гармонию срадать станем. Сыграй, гармонист, но я те, кто пою, Больше лет предложенью даю. Эх, милый, в валыча мил проводя, А теперь ведь и не по-трекуня. Була лыча милышка же, А на сердце камень ляжа. И когда я узнала, что у нее рак, Я про себя сказала, она будет жить. Я про свою мать даже этого внутри не говорила, Когда мама умирала. Понимаете, мама умерла у меня. Я внутренне, когда мама умирала, Я этого не говорила. Она просто умирала. Когда я узнала, что у Дуни рак, Для меня это было такое потрясение, Я сказала, она будет жить. Хороша я, да хороша, плохо одета. Никто, говорит, замуж не берет, девица за это. Пойду я, говорит, в горе в монастырь. Богу помолюсь. Да. Ох, перед иконой, говорит, святой, Слезой зовусь. Не пошлет ли мне Господь Твой доль счастливой? Не возьмет ли меня, молодец красивый? Ох, здесь красиво, хороша. Ну, что, обратно плохо нет. Ох, какие песенки. Да, она умерла, когда съемки еще не закончились. Слезой зовусь. Ох, как я давно с вами не лазила. Ох, и знала себя. Ох, и папа на работе. Всякий раз она говорила, Господь как бы дал мне такую долгую жизнь за мою честность и праведность, что ли. Я наверняка буду в раю. Ох, и мы будем с тобой тут, а вы не сетепнать. Ох, она паселетка, как она. Ох, и приплыла ко мне. Ох, и мужика. Ох, и я наверняка... Из жизни она ушла незаметно, никого собой не беспокоя. Баюшки, баюшки, не ложись на краешки. Придет серенький волчок, Тебя схватит за бочу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok